Я буду сегодня проповедовать на тему, которая называется «Исповедь. Кому и зачем?». Это третья часть. Если вы пропустили первую-вторую, вы можете ее посмотреть на нашем YouTube-канале. Я сделаю небольшое повторение. Повторение. Не расстраивайтесь сильно. Это полезно. Это нам помогает запоминать. Мы видим, что в Писании, в практике, в жизни исповедь играет важную роль в духовном мире. Больше в духовном мире. В некоторых странах, друзья, вы знали или нет, что даже исповедь защищается государством? Даже некоторые криминальные вещи, которые исповедуются священнику, законодательство защищает и уважает исповедь. Это тоже интересный факт. Вопрос остается только один у всех. Мы, кто более-менее знает Библию, верующие люди, мы понимаем, что прощает грехи только Бог. Тогда вопрос, зачем исповедоваться людям, зачем искать священников, зачем идти к ним, зачем вообще нужно исповедание. В Библии практикуют. Мы видим, что исповедание практикуется и в Старом, и в Новом Завете. И сама идея, это не было придумано человеком. Это не какой-то пастор, который придумал это. Это не конфессия какая-то, которая пришла с такой идеей. Это было вдохновлено самим Богом, было поручение людям это делать. И смысл в исповеди – это чистота, очищение. Написано в Библии, если человек исповедует грехи, то что? Кровь Иисуса Христа что делает? Очищает. Это главный смысл. Его важно понимать. Очищает внутренность. Наша душа, дух, сердце, мысли очищаются, освобождаются. Приходит легкость и свобода. Вот в этом главный смысл. И мы с вами говорили о трех видах исповедания. Первое – исповедание Богу. Это первый уровень. Второе – исповедание друг другу. Это второй вид. И третий вид – это исповедание служителю. Исповедание Богу мы с вами читали. Если исповедуем грехи наши, то Бог простит нам и очистит нас от всякой неправды. И простит нам грехи. В этом Писании конкретно призывает Бог каждого человека исповедовать грехи свои Богу. Каждого верующего. Писание призывает исповедовать грехи Богу. Потому что дальше там в контексте написано. Если мы говорим, что мы не имеем греха, мы уже святые, мы уже верующие, мы уже в церкви сидим. То написано – обманываем сами себя. Но если исповедуем грехи Богу, то Бог прощает и очищает. В Псалом 50 написано, Давид говорит – «Тебе, тебе единому согрешил я». Хотя из истории мы знаем, что Давид согрешил против человека, против семьи. Давид согрешил и очень сильно ранил, ужасно ранил людей. Но он понимает, что прежде всего, когда человек согрешает, грешит он в первую очередь против Бога. Это очень важно знать верующим людям и неверующим. В первую очередь мы обижаем Бога. Мы оскорбляем Святого Духа. Об этом тоже написано Ефесянам 4. Не оскорбляйте Святого Духа. Интересно. Это обращение к верующим. Тем, которые уже имеют Святого Духа. И если написано «не оскорбляйте», значит, есть шанс, есть риск у каждого оскорбить Святого Духа. А как мы его оскорбляем? Там дальше тоже объясняется. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, да будут удалены от вас. А если я огорчил, что дальше? Вот здесь и дальше и действует. Если исповедуем грехи наши перед Богом. Поэтому я верю, я вижу, что лучше не просто говорить «Господи, прости меня за все», а лучше говорить «Дух Святой, если я тебя огорчил за гнев, за крик, я прошу у тебя прощения». И у человека, и у Духа Святого. Так пишет Писание. И когда мы каемся, то грехи очищаются, вытираются. Если мы это не делаем, то они накопляются. Тоже очень важный процесс, о котором нужно знать. Мы можем, друзья, по накатанной правильно молиться. Говорить Господу слава. Но написано Иоанна 9, 31, что грешников Бог не слушает. А нам хочется всем, чтобы Бог слушал. И мы всегда говорим, Бог слышит, Бог отвечает на молитвы. А читайте все, на разных языках написано, грешников Бог не слушает. А когда мы исповедуем грехи, Он очищает, признаем, Он прощает. Не имеется в виду грешников, которые призывают Иисуса, которые принимают Его, которые Его еще не знают, не верят. А тех, которые уже знают. Но умышленно живут и пребывают в грехе. Вторая мысль была исповедание друг другу. Написано, Якова 5, признавайтесь друг перед другом. В других переводах исповедуйтесь друг перед другом. И здесь мы с вами говорили о том, что исповедание друг другу, в первую очередь, это признание своих ошибок перед тем, кого мы обидели. Признание и исповедание, в первую очередь, перед тем, перед кем мы виноваты. Это в первую очередь правильно это делать. Если мы даже исповедуем свои грехи другому человеку, друг другу, какому-то зрелому, правильно это делать лучше, зрелому, компетентному, духовно зрелому, который способен помочь тебе, духовно выбраться из этой проблемы, лучше идти к нему исповедовать наши грехи. Главное, чтобы это тебе помогло, а не просто найти какого-то друга, с которым тебе просто комфортно разговаривать. И мы говорили с вами о том, что есть и опасность, когда мы исповедуем другим людям, простым людям, друг другу, то опасность есть в том, что часто в этом скрывается лукавый подход. Человек что-то скрывает, манипулирует, избегает каких-то церковных дисциплин. Мы с вами об этом говорили в прошлый раз. Иногда человек идет, вроде бы признается, исповедует какому-то человеку, и естественно, первая реакция, ты думаешь, это первый раз случилось. И реакция милости. А на самом деле это не первый раз, это пятый раз. Просто всем по разу, разным людям. Вот в этом и есть такая как бы тонкая манипуляция. Это тоже важно знать. И мы с вами говорили еще о том, что болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров. Мы с вами тоже читали это местописание, и там тоже в контексте говорится об исповедании. И я хотел бы, чтобы еще раз напомнить всем верующим, когда вы, мы болеем, или вы знаете кого-то, кто болеет, и кто-то обижается, обвиняет церковь в том, что меня не посетили, меня не позвонили, обязательно перешлите им эту проповедь или вторую часть. Вот это местописание, где написано, что ответственность лежит на больном человеке. Обижаются на служителей, но здесь написано, кто больной, кто должен сделать, кто должен пригласить. Болен ли кто из вас, пусть он позвонит. Видите, там написано среди строк, пусть он текстанет. Пусть он скажет, я заболел. А не занимать позицию, а вы не догадались, я болел, а уже месяц прошел, а я болею, а вы ко мне даже не пришли. Конечно, ответственность служителей заботится и стараться опередить. Но почему здесь об этом написано, очень важно понимать, потому что это акт веры. Внимание церковь, это акт веры. Кто не верит в это, он никогда не позовет, никогда не позвонит, никогда не пригласит. А если уже служитель пришел, я пришел, а вы меня не звали, ну что же вам, куда же вам уже деваться? Ну пришел, ну молись, правильно? А если ты веришь, то ты по-другому отреагируешь. Это тоже важно знать, друзья. И теперь мы с вами подходим к третьему пункту исповедания служителю. Это третий вид исповедания. Когда человек перепробовал первые два вида, то есть, во-первых, исповедовал грехи Богу. Его совесть мучит, Дух Святой обличает. Он исповедовал Богу, не помогает. Все равно не чувствует свободы. Второй вид, он человеку исповедал. Кому-то признался, сожалевает, вроде бы и кается. Снова не помогло. Не чувствует, не имеет свободы. Запинающий грех все равно его догоняет, долбит и бьет. Он не уверен, если он прощен. Бывает такое состояние, человек мучится. Сатана его этими добивает мыслями. Ты не прощен. Ты не достоин прощения. И человек с этим живет и не может спать. Иногда человек не чувствует этой легкости. Не хватает веры принять прощение. Нету дерзновения. Устал сам бороться. Уже все перепробовал. Но желание свободы, хочу исправиться сильнее. И человек готов на все. И он идет на вот этот третий пункт. Идет, сам идет. Сам идет, важно. Он сам. Не потому что заставили, а он сам просто устал. Его грех замучил. И он идет к служителю. Вы знаете, друзья, исповедь это самоосуждение. Это распятие своего эго. Это серьезный такой процесс. И один пастырь как-то сказал, что исповедь важна в том, что важно пристыдить грех. Когда мы понимаем, что нам нужна помощь со стороны. Когда у нас поломалась машина, правда, мы не идем в парикмахерскую. Когда у нас заболел человек, мы не идем в ресторан. Мы идем к доктору. Мы идем к механику. Точно так же, когда человек духовно попал в проблему, он не идет просто к другу. Он идет к специалисту. Он идет к людям, которые духовно могут ему помочь. И даже если в Писании написано, признавайтесь друг перед другом, здесь тоже важно понимать в этом процессе, имею ли я помощь. Вопрос возникает, в каких грехах нужно исповедоваться священнику, в каких только Богу, в каких никому, только сам себе признался. Здесь же тоже такие нюансы очень тонкие. Этот список перечислять, это очень долго. Здесь важно понять сам принцип, что есть некоторые, мы таких называем тяжелые грехи, от которых человек сам не может освободиться. И здесь, друзья, как и в физическом мире, есть болезни, которые человек может сам вылечить, сам себя лечит, пьет какие-то травы, какие-то компрессы делает. А есть болезни, такие серьезные, что человеку нужна операция. И вот он идет к специалисту, так же работает и в духовном мире. Когда человек что-то сам где-то попал, то да, он может где-то и сам исповедоваться Богу, покаяться, признаться и идти по жизни дальше. Но иногда ему нужна духовная хирургия, где он уже идет к священнику, идет уже к служителю. И это правильно, потому что есть болезни рак, а есть просто такие болезни. Точно так же есть грехи, аборт, блуд, сексуальные разные грехи, убийства и так далее. А есть просто грехи. Человек накричал, повысил голос, обманул. Разница, последствия разные, уровень разный. Вот почему здесь тоже важно видеть эту разницу. Поэтому иногда человеку лучше, или он должен исповедовать некоторые грехи, вот именно священнику, служителю, который духовно ему может в этом помочь. А если есть какие-то мелочи, то это можно и Богу, можно и друг другу. Главное, чтобы оно тебе принесло пользу и свободу. Но есть, друзья, еще важно понимать, что когда человек в духовном форме, и он куда-то не туда зашел, где-то согрешил, упал, то ему достаточно исповедовать грехи только Богу. Достаточно. Он в духовном форме. Он далеко не зашел. Где-то мы спотыкаемся, где-то мы падаем, и вот этого исповедания Богу достаточно. Но когда человек зашел туда, куда он сам выбраться не может, понимаете, зашел далеко, оттуда сам выйти уже не может. Вот тогда, друзья, важно идти искать помощь со стороны. Посмотрите на эту фотографию. Это овца. Здесь в Писании мы знаем, что преобраз церкви, людей верующих и пастуха, это пастух, овцы. Вы знаете, что эта овца красивая. Правда? Вы смотрите на нее и думаете, ну красивая, глаза особенно красивые. Правда? И проблема в том, почему глаз не видно, что накопление, вы понимаете, накопилось, накопилось, обросло. Уже вот преобраз, вот представьте себе, что вот эти грехи, ошибки, неисповеданные грехи, настолько все заросло, что эта овца уже нуждается в помощи со стороны, уже сама себе помочь не может. И здесь важно тоже увидеть принцип. Овца не приходит в стадо и говорит, Валька, ущипни справа, а ты, Сашка, ущипни слева. Как-то, ну, обскубите меня как-то или как-то, ну, не знаю, хотя вы скажете, да, скубут. Давайте не будем путать терминологию, постригите. Вы скажете, да, стригут. Но здесь, друзья, мы понимаем, что здесь уже нужна помощь пастуха, который уже будет стричь эту овцу. А если не будет, то что? Рано или поздно глаз не будет видно на фотографии. И рано или поздно уже не сможет даже встать и перевернуться с одного бока на другой. Вот так иногда, друзья, происходит и в духовной жизни. Происходит только в невидимом мире. Человек вот в таком состоянии ходит, духовно. Вроде бы как бы и улыбается, но уже там очень трудно живется. Поэтому, друзья, важно это понимать, что иногда нужно исповедоваться служителю. Но один у всех есть просто козырный аргумент. А я не доверяю. А я не доверяю служителю, моему, твоему, другому, третьему, тебе. Я не доверяю. Тогда слушайте внимательно. Тогда найдите того, кому вы доверяете. Знаете почему? Признайтесь честно. У вас был плохой опыт с врачами. К доктору. Вы пошли, у вас был плохой опыт. Был? Вы можете после этого опыта пообещать, что вы до конца жизни к докторам ходить не будете? Или пробуете найти второго? Опять плохой? Все. Нет. Опять читаете ревью, к третьему идете. Правда? Пока вы не найдете, вы понимаете, вам нужна помощь специалиста. И доктора есть плохие. Иногда бывают, к сожалению, и служители ошибки совершают. Но вы все равно ищете и идете. Вам нужна помощь. С которой вы сами не справитесь. Вот почему, друзья, важно найти того, кому вы доверяете. Важно быть в церкви, где вы доверяете. Важно найти то место, где вы можете обратиться. И здесь, друзья, если взять физический мир, то если человек не доверяет врачам, то что придет? Возможно тот момент, что он просто умрет в гордом одиночестве. Потому что он никому не доверяет. Точно так же бывает, человек чахнет духовно. Тогда у меня один совет. Найди того, кому ты доверяешь. И обязательно иди за помощью, если она тебе надо. Есть органы в нашей теле постыдные, которые мы не раскрываем, кому попало. Иногда даже о некоторых грехах тоже говорить стыдно и признаваться. Но когда мы иногда приходим к врачу, и нужно открывать что-то постыдные места, правда, мы не спешим туда идти, к врачу. Но когда уже припекло, допекло, так болит, так замучился, приходишь и раздеваешься до гола. Все равно, лишь бы помогло. Да? Может. Так же работает и в духовной жизни. Когда человек духовно просто дышать уже не может, он вроде бы еще внешне ходит, дышит, уже все вроде бы нормально. Но его грехи так просто уже достали. Он уже просто... Двойная жизнь настолько надоела. Настолько хочется просто улыбаться, не фальшиво. Он идет и ищет помощи. Вы знаете, друзья, здесь еще также важно сказать, что правильно идти к своему служителю. К вашему. Именно к вашей поместной церкви. Этому принципу научил меня мой папа. Он рассказывал, когда бывает, он где-то ездит в каких-то церквях других там. Он часто ездил, проповедовал. Говорит, всегда бегут к гостю. Это же легче, вы понимаете. Сказал, уехал, забыл. Но он всегда советовал так. Если даже это произошло неожиданно. Даже если вам кто-то неожиданно в беседе за кофе просто вылил душу, вы даже не ожидали, что человек такой загруженный. Там такие тяжкие проблемы. То он всегда советовал, тебе лучше было бы пойти и поговорить со священником. Если это повторится в твоей жизни еще раз, обязательно пойди. Вот такие советы он давал. Тебе лучше пойти к своему. Потому что каждый поставлен на определенный участок, на определенную местность, по местной церкви. У каждого есть свой пастух и есть духовная подотчетность. Она не всегда нравится. Сто процентов вообще подотчетность не сильно нравится. В работе, в бизнесе, в доме. А если еще и духовная, она тоже не очень нравится. Но она иногда полезна. Правда, наши дети, они нам подотчетны. Они об этом не знают, но мы делаем все возможное, чтобы они были нам подотчетны. Детям это ужасно не нравится. Но мы, родители, уверены, что им это на пользу. На пользу. Вырастут и поймут. Так же работает и в духовной жизни. Не хочется. Как это? Ну, нет проблем. Здесь важно человека не заставлять. Важно, чтобы человек сам созрел. Сам созрел, пришел к этому. Тогда это приносит помощь. Вы знаете, друзья, когда ребенок, ваш подросток, сын или дочь не созрели, чтобы меняться, он рассказывает свои плохие поступки кому? Всем, только не вам, родителям. А друзьям рассказывает и гордится. Мы с пацанами пошли на хлеб-завод, украли хлеб. Я это делал. И рассказывал своим друзьям. Жил в городе, возле нас был завод. Но папе-маме не рассказывал. А друзьям рассказывал. Мы с пацанами пошли, залезли. Там тетка была, мы так ее там обвели вокруг пальца. Герой. Вроде бы исповедовался друг другу. Правда? Написано, признавайтесь друг перед другом. Вот другу признался. Он со мной там на шухере стоял. Вот мы и признались. Но здесь, друзья, эффект же не тот. Понимаете? А когда человек созрел, когда ребенок, подросток понял, что он неправ был в отцовском доме, или где-то он совершил грех против Бога и против родителей, то тогда он идет и признается кому? Папе и маме. Или тому, перед кем он виновен. Очень стыдно. Иногда, вот знаете, когда человек идет и исповедуется другому человеку, другому служителю, это все равно, что, знаете, бывает, сын что-то в доме натворил, а потом пошел к соседу и извинился. Вариант? Нормально. Пошел к соседу и попросил прощения. А папа или там мама, они как бы, ну, как обычно, ничего не понимают. И здесь, друзья, когда сын созрел, он понимает, что когда он маме или папе расскажет, может даже за это ему влететь, даже может быть наказан. Но он настолько замучился ходить с этим. Дочка приходит со слезами и говорит, мама, я беременна. Она же понимает это ужасное, натворила. Но она не может с этим жить. Она сделала аборт, никто не узнает. Но она не может с этим жить. Она не может с этим спать. Она не может с этим справиться. Она уже сама пробовала, сама каялась, сама исповедовалась. Уже все теории пересмотрела, что только Богу главное хватит, а для нее не помогает. Она не может выбраться. Она зашла туда, она сама не может вылезти оттуда. Вот почему она идет и плачет и говорит, мама, я просто не могу. Вот, друзья, когда человек созрел, и он идет на исповедание, почти всегда, 50% это люди плачут. Вот почему я больше сторонник такого принципа, что людей не надо заставлять исповедоваться. Я вот иногда удивлялся, а люди должны сами прийти. Я иногда удивлялся, вот у нас есть брат Степан Иванович Павлусь, я иногда ему говорю, в некоторых семьях есть проблемы, какие-то духовные проблемы. Я ему говорю, вы можете помочь? Пройдите, помолитесь в той семье. Он мне говорит, хорошо, пусть они мне позвонят. Я думаю, странно. Я его попросил, он говорит, пусть они мне позвонят. Я думаю, так вы должны им звонить, вы должны за ним бегать. Нет, не надо ни за кем бегать. Человек должен сам созреть. Человек должен сам созреть, но он должен возненавидеть грех. Его должны, вот это, иногда демоны, его человека вроде бы терзают, понимаешь, проблема, а он не хочет, ему нравится эта жизнь. Попробуй там, помоги. Человек должен добровольно выбрать, я не хочу грешить, я не хочу так жить, я выбираю. Вот почему, когда человек приходит добровольно, поэтому здесь, чтобы вы понимали правильно, здесь нет никакого прессинга, здесь советы, принципы библейские. Лишь бы вам было хорошо, лишь бы вам было лучше, лишь бы вам хорошо спалось. Да поможет нам всем, друзья. Господь, когда вот это желание извиняться и чистоты, оно сильнее, чем все, чем стыд, тогда человек начинает жить в другом измерении. Иеремии, 10-я, 23-я глава написано, может ли человек скрыться в тайное место, где бы не видел его Бог? Конечно, нет. То есть, нереально, нет вариантов, нет такой визы, куда ты можешь уехать в страну, и там Бог не знает. Вот ты скрылся, спрятался, все равно Бог видит и знает абсолютно все. Мы на практике не всегда идем сразу к доктору. Правда? Мы вначале что делаем? Вначале мы лечимся сами. Потом тетя, соседка, пробует вылечить. А потом? А потом уже к доктору. Вот так оно примерно работает и в церкви. Вначале, если человек где-то чувствует, духовно чахнет, нет ни радости, нет такого настоящего. Вот смотришь так по сторонам, там они что-то там поют, ликуют, молятся, ты думаешь, как-то вот, ну, не знаю, странные люди, ну, что мне, тяжело постоять полчаса, ну, постою. Но потом человек созревает, приходит, что у него что-то где-то не работает правильно, и он идет и ищет помощи. Сегодня, я думаю, что много сделано для того, чтобы разрушать авторитет церкви, разрушать авторитет служителя, потому что дьявол заинтересован разрушить авторитет церкви, потому что дьявол знает лучше, чем мы, что он не может победить церковь. Он не может, написано, врата ада не одолеют церковь. Очень правильно вы делаете, что вы являетесь частью церкви. Это единственное строение на земле, которое непобедимо демонами. Человек может победить, то есть, демоны могут победить личность, но не церковь. Ее пыталась уничтожить римская империя, коммунистическая империя. Вот почему важно быть частью церкви. Это духовная защита и ограда. И вот почему написано о церкви. Ифесянам 4 глава. Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пасторами, учителями. Понятно, что вы скажете, а что если не Бог поставил? Я уверен, что вы настолько мудрые, что вы сразу разберетесь, кто кого поставил. По плодам это легко видно, правда? Кто кого поставил. За это переживать сильно не надо. Главное знать, что некоторых поставил точно Бог и специально с определенной целью. И это задумка Бога. Зачем? Написано к совершению святых. В другом переводе, чтобы подготовить людей. В английском переводе написано for the equipping of the saints. Снарядить людей. Сделать людей более зрелыми, духовно для этого поставлены люди к совершению святых. Вот почему, друзья, служитель в духовном мире он имеет власть. Именно в духовном мире имеет власть. Знаете, об этом написано подтверждение в Писании Деяния 19.15. Злой дух. Представьте себе, демоны кричат. Злой дух сказал в ответ Иисуса я знаю, и Павел известен мне. И Степан Иванович знаю. Понимаете, да? Известен мне. Как же они знают? Интересно, кто же им такой имейл отправил, что они знают? Как они знают? А в духовном мире они знают, что некоторые как скажут, то они завизжат и убежат. А сам человек вздохнуть не может. Нужна помощь со стороны, помощь специалиста, который имеет эту силу и власть. духовный мир, он более реальный, чем мы себе думаем, друзья. И интересно, что когда люди дают место дьяволу, когда люди заняты, когда люди одержимы, то вот настолько я смог изучить эту тему три главные вещи, которые делают человека пленником, которые мучают человека, которые дают вот это место дьяволу, которые иногда демоны его терзают. Первое, это оккультные вещи, это witchcraft, колдовство. Все, что связано с этим, это одна из самых распространенных стилей жизни, методов, которые человек дает место дьяволу. Дьявол начинает жить в человеке. Второе, как вы думаете, какое второе, самое распространенное? Непрощение. Непрощение. Это такая атомная бомба, это такой яд, вы даже не представляете, насколько непрощение, непрощение, это такая дверь для дьявола. Простая, обычная вещь, мы с этим сталкиваемся регулярно, постоянно. Постоянно нужно кого-то прощать. И третье, это сексуальные грехи. Разного вида, в разной форме, любое сексуальные грехи. Это три таких самых распространенных, конечно, их намного больше, которые вот дают человеку, человек дает через этот доступ дьяволу. Вы знаете, что интересно, и когда человек уже имеет вот эту проблему духовную, ему нужна уже помощь. Ему нужна уже помощь со стороны. Друзья, вы знаете, что в Старом Завете была такая болезнь, называлась проказа. У меня к вам вопрос, к знающим Библию. Кто занимался прокаженными? Подумайте внимательно. Должен медсестры или врачи? Правильный ответ священники. Интересный факт. Проказа в Библии это преобраз греха. Это инфекция, которая может распространяться. Это инфекция, которая убивает. И помните в Писании Иисус Христос, когда исцелял, что он говорил? Прокаженных исцелил, потом куда он их отправил? В какой госпиталь? Иди покажи священнику. Иди будь подотчетен. Иди и скажи. Интересный госпиталь. Духовный. Духовные проблемы, они не менее важны, чем физические. Когда у человека духовные проблемы, он не может ни радоваться, ни спать, ни жить, ему все не в радость. Его никто не понимает. Это проблема духовная. Ее намного сложнее лечить, там трудно разобраться. Физическая проблема, ментальная или духовная. Но человеку нужна помощь. Вот почему, друзья, важно знать, что проказа, она и сегодня действует в современном мире. По-другому называется. Тот же эффект, тот же принцип прокаженный, покрыт пятнами греха, с которыми человек живет. И вы знаете, друзья, важно от этой инфекции избавляться. Лично мне, друзья, я вам скажу откровенно, легче жить, если я меньше знаю. Намного легче. Я хотел бы, чтобы вы правильно поняли мой призыв к церкви. Это не в том суть, чтобы призвать всех, чтобы пришли и мне исповедовались. Вы знаете, когда мне кто-то исповедуется, я прихожу иногда домой и смотрю в одну точку. спрашивают, как дела, а ты не знаешь, как ответить. Спрашивают, а почему ты такой? А ты сам не знаешь, почему ты такой. Ну что там, расскажи, а ты рассказать не можешь. И ты вот так вот, как-то хочется как-то что-то сделать, а оно как-то не делается, руки не поднимаются. Это очень тяжелый труд. Поэтому поверьте, в чужом каком-то белье там рыться, в чужих грехах разбираться, оно давит. Если честно, вот эта проповедь, она настолько непопулярная, настолько кажется невыгодная. Во-первых, она вас напрягает. Ну хоть чуть-чуть, я вижу, некоторых напрягает. А во-вторых, она меня загружает. А зачем оно мне надо? Правда? Ну, а жена моя вообще будет счастливая, да? Ну кому же оно выгодно? Оно нужно только тебе. Только тебе. И все. Главное, чтобы ты был свободный, чистый, счастливый, настоящий, пред Богом правый. Пред Богом правый в первую очередь. Вот как это важно. Моя цель убедить всех. Любой ценой ищи свободы. Любой ценой ищи свободы. И Иисус дарует прощение и свободу. Евреям 12, 4 написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы скажете, ну что это значит? Что я должен себе рены везать? Что я против греха доказать? Или что нужно делать? Здесь, друзья, важный принцип в том, что ты должен пойти на радикальные меры против греха. Вы скажете, ну мы, ну мы, да, мы против греха, но по жизни это ты чувствуешь? Ты по жизни это доказываешь? Твои близкие это видят в твоей жизни, что ты против греха? Знаете, в Писании написано, Иисус сказал, что если тебя рука соблазняет, то отсеки ее. Это не значит, что нужно физически взять топор и отрубить себе руку, но это значит, что тебе нужно сделать радикальные шаги против греха. Если нужно, выкидай компьютер. Если нужно, блокируй некоторые сайты. Если нужно, отдавай пароли всем вокруг. Если нужно, постись from social media. Социальные сети отключай. Если нужно, выкидай телефон. Что тебе поможет? Радикальные меры. Все равно, что руку отсек. Или вы думаете, телефон хуже выкинуть? Лучше руку отрублю, телефон не выкину. Правда? Радикальные меры. Принимай. Так написано. Вы еще не до греха сражались, не до крови сражались против греха. Исповедание это проникновение света во тьму. А когда приходит свет, тьма по-любому уходит. Исповедание это химотерапия против греха. Это один из самых таких сильных методов смирения. И горизонтально по горизонтальной гордости, и вертикально по вертикальной гордости. Исповедание это визуально, это когда человек пришел на пляж, чтобы поплавать. и там надпись купаться или плавать нельзя. Большие волны, шторм. Но купаться это же фан. Плавать, особенно на волнах, это же прикольно, это же весело. Почему бы и не попробовать на волнах? Надпись стоит, в шторм купаться нельзя. Какие бы мы не были самолюбивые, даже в штате Флорида, даже в свободной Америке есть такие надписи запрещено. Нельзя. Мы думаем, да почему тут такие законы попридумывали, что тут запреты, я свободный, я свободный. И свободный поплыл. Поплыл и на волнах, и брызгает, и все, все классно. И как вы думаете, что случилось с этим, который поплыл на больших волнах? Что с ним случилось? Нет, вы не угадали, он выплыл. Он выплыл, потому что он умеет плавать и читать умеет. И читает, и плавает. Покупался, знаете, вот был такой момент, что трудно было выплыть, уже думал, не выплывет, уже так вот, ну уже вот с последних сил, но он выплыл. Живет дальше, жизнь течет, все цветет. Потом приходит на пляж снова, второй раз. Другая ситуация, другая компания, но флаги того же цвета, флаг, знаете, написано, red flag, флаг, туда нельзя, не трогай, не смотри, не живи, не лезь туда. Нельзя, большие, опасно. Человек снова идет купаться, снова плавает, снова. Это же прикольно, это же it's fun. Как вы думаете, что с ним случилось этот раз? Он снова выплыл. Вы переживали за него, да, что утонет? Я тоже. Так зарассказывался аж сам, так думаю, интересно, что же с ним случится? Он снова выплыл. Знаете, почему в этот раз? Потому что друг был рядом. Друг был рядом. И когда тот начал тонуть, тот ему успел попросить, помоги. То есть, как бы человек начал лезть в грех, начал делать запретное, ненужное, нечистое, а потом как-то так получилось, но как-то другу признался, исповедовал, друг другу исповедовал, и как-то друг сказал, ты что? Ну ты что творишь? Ну ты что, Майк, давай, ну бросай, ты что? Майк подумал, и правда, друг был рядом, помог, выплыл, снова выплыл. Ну ты знаешь, этот раз уже было, ну так трудно, уже было, ну уже думал, не выплыву. Но выплыл. Читать умеет и плавать. Третий раз, снова мы переживаем все, за этого пловца. Третий раз идет купаться. Приблизительно те же обстоятельства, снова флаги, надписи, шторм, большие волны. Нельзя не лезть. И человек снова пошел. И начинает тонуть, начинает тонуть в жизни. Просто залез в порнографию, залез в какие-то грехи, в непрощение, в обиды, начал вейпинг, начал курить, начал пить, начал баловаться с алкоголем, всем, что только мог. Fun, adventure, кажется, все. Начал заигрывать, флиртовать, начал, может быть, думать, изменять, начал обманывать, кидать, на таксах дурить. Все, что только мог, кажется, ну волны, как-то так джжжж, дают о себе знать, что может быть не совсем правильно живешь. Но, когда начал тонуть, как вы думаете, он утонул, его спасли. Только этот раз слушайте внимательно. Вот как все получилось. Залез, начал тонуть, не хватает сил, не хватает воздуха, уже понимает, что жизнь заканчивается, не успел ни с кем попрощаться, жалеет, что так далеко заплыл, жалеет, что залез туда сам, стыдно признаться, сам же залез, сам же читал, сам понимал, что нельзя так жить, но все равно залез. И этот раз зовет на помощь друга. Друг же рядом, мы же обычно все вместе, нам круто, нам классно, у нас компания, вместе смотрит, а друг пошел на дно первый. Уже даже некому исповедоваться друг перед другом. Хотелось как-то перед, знаете, таким моментом вечности хоть перед кем-то исповедоваться, священника рядом нету, хоть друг перед другом скажу, что я вот был неправ, там маму обижал, жену и так далее. Но вы знаете, что его спасло? Когда он пошел под воду, успел крикнуть, помогите. Прежде чем пошел под воду, успел крикнуть, помогите. Уже этот раз его спас не друг. Уже приехала лодка, и в лодке был не один человек, там были спасатели, там были профессионалы, там были специалисты, он уже был под водой, но его спасли, успел крикнуть. Я нуждаюсь, я устал от греха, грех меня мучает, я не хочу так жить. Слава Богу, друзья, за то, что это уже третья серия в нашей церкви идет на эту тему, и люди реагируют. Вы знаете, на прошлой неделе, позапрошлой неделе люди приходили в офис, они исповедовались, они каялись, и вы знаете, что, когда ты разслушаешь эти рассказы, вот что интересно, то, что человек вот именно вот это говорит, меня просто замучил грех, просто замучил. Понимаете, не просто так себе, ну, стиль жизни другой предпочитаю, грех замучил. Двойная жизнь надоела, надоела то, что раню мужа, жену, детей, примеры плохие даю, перед Богом играю в эту игру, которая называется церковь, просто устал, и люди эти говорят, и спать не могу, и как будто бы эти, не знаю, это бесы мучают, или я сам себя мучаю, или мысли меня просто раздирают, я не могу просто так жить, я не хочу так жить. Вот это, друзья, что делает грех? Он человека разрушает полностью, полностью разрушает, это самая распространенная, самая мощная, самая современная эпидемия. Друзья, ковид отдыхает, пандемия греха, она уже убила миллионы, ни маски не помогут, ничего, хоть мы маски одеваем по жизни, двойные, не помогает, грех разрушает, разрушает, друзья. Вот почему важно понимать. Притча 28 написана, 13 стих, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, как хочется прочитать каждому вместе. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, но кто осознает, признает, кается, оставляет их, будет помилован, блажен человек, благословен человек, который всегда пребывает в благоговении. Но есть варианты, варианты, а кто ожесточит сердце, тот попадет в беду. В чем ожесточение? Кто скрывает? Кто не признает? Кто не исповедует? Кто не просит прощения у Духа Святого за то, что огорчает? Не знает, не может вспомнить, когда последний раз просил прощения у людей? Он не исповедует, не признает. Он накопляет, Он привыкает. Любые грехи и согрешения стают хроническими, они стают нормой. То, что было ненормально, стало нормой. Но это делает сердце твердым. Оно ожесточает. Человек стает профессиональным, холодным, холодным, твердым христианином. Как хочется кричать, друзья, давайте не будем ожесточать свои сердца. Заноза, которая попадает в наш палец, кажется мелочь, и я ее сам выйму. Я ее уже 10 раз вынимал, но этот раз ты сам не смог вынять. И знаешь, что началось? Начало гнить. Такая маленькая, масенькая заноза. Начало гнить, пока кто-то не пришел и не вынял. Вот так, друзья, делает грех в нашей жизни. Он разрушает не только тебя, он разрушает семьи. Он убивает человечество. Поэтому нам важно понять, что переживает человек, который вот в этом живет. Псалом 31. Написано, Давид говорит, когда я молчал, он согрешил и молчал. Когда я молчал, обветшали кости мои. Здоровье плохо, энергии нету. Вот все такое, как-то все, все плохо, все плохо. И отражается даже физически. День и ночь, тяготела надо мною, рука твоя, рука с большой буквы, рука Божья, не моя, Божья. Вот кажется, как-то все не клеится, вот кажется, все так, на инстаграме все так красиво, такое счастье. А этого счастья ты врагу не желаешь? Дальше читаем, свежесть моя исчезла, свежесть, нету вот этой freshness, нету такой свежести, вот просто такой вот, хожу такой, сам не свой. Нету свежести, настоящего, нету. Устал, так устал ходить. И принимает решение, но я открыл тебе грех мой, моему Богу, я открыл тебе грех мой, я признал, я назвал, я сказал, да, Господь, это я, это я, это я, который сидел там в церкви в воскресенье, это я, я открываю тебе, Господь, я признаю, я прошу прощения, я прошу, Господь, я так хочу свободы, и ты снял с меня в вину греха моего. Иди на свет, исповедуй Богу, кайся перед Богом в первую очередь, не помогает, кайся перед людьми, не помогает, иди дальше, вызывай спасательную лодку. Но освобождайся. Каждый год в нашей церкви мы имеем такой вечер, который мы называем Freedom Night, вечер свободы. И это будет в нашей церкви в вторая неделя января. Поэтому, друзья, я приглашаю туда людей и верующих тоже, и тех, у которых все нормально, чтобы там мы могли освобождаться. Не обязательно ждать этого дня, но это будет специальная молитва, где мы будем молиться об освобождении, где мы будем молиться об очищении, где мы будем молиться о разных вещах, как хочется начать следующий год лучше. Хочется начать следующий год чистым, заново, с нового чистого листа и угождать Богу и жить по-настоящему. Аллилуйя, Господь. Поэтому я вас призываю, друзья, чтобы вы прошли этим путем внутреннего исцеления, внутренней чистоты. Выбери подотчетность. Если страдаешь, разреши кому-то тебе звонить, тебе писать, спрашивать у тебя, как дела, как часто Библию читаешь, как часто молишься, сколько минут проводишь время с Богом наедине, как у тебя духовная жизнь, ты вообще Библию понимаешь, а ты там что-то получаешь, или ты просто звездочки эти, птички ставишь, а тебе она вообще что-то дает, тебе духовная жизнь интересна, или просто религия мертвая, просто ходишь, сам не знаешь, ну как бы, ну а почему бы и нет, почему бы и в церковь не сходить? Или ты в этом, или ты живешь, ты растешь, ты развиваешься, ты паришь, ты Бога любишь, или ты его, лишь бы Бог не узнал, опять за эти грехи мне вспоминают. Вот настоящая христианская жизнь, это не мертвая религия. Друзья, вы знаете, что, я не знаю, сколько осталось, но мы знаем, что мир, он все равно катится вниз, и нас ничто не спасет, кроме как чистота перед Богом, просто Божий страх, 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 страх Божий, это еще одна непопулярная тема. Поэтому я вам этого желаю, друзья. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги. Давид как-то говорил, обнови во мне, Боже, дух мой, дух правый обнови во мне, дух правый обнови во мне. Кажется, вроде бы все нормально и дух есть, но он молится, говорит, Господи, обнови во мне дух правый, верни мне радость спасения, потому что у многих из нас нету этой радости, вроде бы и верующие, но нету радости. Потухло давно, верни мне радость спасения. Когда человек искренне приходит к Богу, осознает, кается, чаще всего у него текут слезы, но помните, когда у тебя текут честные, слезы, сожаления, у Иисуса Христа текла кровь. Когда у тебя течет слеза, сожаления, за это текла кровь. И написано евреям 9, без пролития крови не бывает прощения. Друзья, мы все прощены только благодаря крови Иисуса Христа. Мы прощены, искуплены благодаря крови Иисуса Христа. Сегодня мы будем вспоминать кровь Иисуса Христа и мы все сегодня имеем шанс, второй, двадцатый шанс благодаря крови Иисуса Христа. Мы искуплены благодаря крови Иисуса Христа. Ты должен быть наказан, ты должен быть наказан, ты должен быть в тюрьме пожизненно. Но благодаря крови Иисуса Христа мы ходим, до сих пор ходим в церковь. Потому что кровь Иисуса Христа очищает, омывает. Если исповедуем грех свой, то он праведен, он прощает и очищает. Ему слава за это. Аминь.